Еще раз здравствуйте! Катя Мирошниченко. Сегодня здесь с вами в аккаунте Amy Official World. Сегодня очень интересная тема. Свадебный дизайн. Давно не было. Помимо свадебного дизайна, я сегодня обещала хотя бы устно проговорить, какие нас еще ждут новинки. Новинок, как всегда, у нас много. Я каждый раз говорю, ну вот сейчас-сейчас, пока много новинок, но вот нам так надо. Я понимаю, что мы в таком темпе работаем уже много лет. Мы как Зара, которая выпускает постоянно новинки коллекции, постоянная-постоянная смена. И кому интересно, ставьте плюсики, кто ждет рассказ о предстоящих новинках. Есть очень, кстати, интересные новинки, такие прям долгожданные. Итак, свадебный дизайн, как всегда, свадьба. У меня сразу же с чем ассоциируется? С нежными оттенками из коллекции Love Lennis. Есть как раз у нас с вами кружево в паттернах. Причем паттерн есть. Я сейчас два варианта у стемпинга покажу. Кружево на двух пластинах. Посмотрим сейчас, какой вариант. Ну, скорее всего, я возьму вариант там, где для нейл-круста было, потому что я с этим кружевом еще не работала. И я так думаю, все равно будем сейчас что-то с цветами делать. Кружево, цветы и стразы. У меня есть стразы, но там, по-моему, один размер. Там особо не разгонишься с этими стразами. Сейчас посмотрим. Возможно, я возьму... Дольче... А, есть Габриэль. Из Габриэль классные стразы, да, слайдеры. Их тоже можно в свадьбу добавить. В общем, сегодня свадьба, и это будет все очень дорого-богато. Я аж не могу по-другому. У меня только очень состоятельная невеста осилит такой дизайн, потому что я не представляю, сколько это будет стоить. Так, сейчас я покажу две пластины, которые нам могут подойти для свадьбы. Так, и смотрим. Так, с чего начать? С мастер-класса или проговорить новинки? Нет, давайте, чтобы вы не убежали. Я начну с мастер-класса, и где-то в середине мастер-класса остановлюсь и проговорю новинки, да? Отключаем фильтр. Лавленис. Идеальный вариант для свадьбы. Прям вот, даже и нисколько не сомневалась в выборе, потому что свадьба. Свадьба, свадьба пела. Видите, так, примерно у менеджера спросила, говорю, набросай мне новинки, я себе здесь выписала. Так, ну что, первое, конечно, что просится, это французский маникюр. Сделать на основе французского маникюра свадебный дизайн, да? Так, давайте попробуем. Раз французский маникюр, значит, мы возьмем три гель-лака. Сейчас либо 417, он средней плотности, либо 418, да, либо 419. Это три цвета из этой коллекции, они средней плотности. Если наносить в два слоя, то, в принципе, они прям будут плотные. Вот, но если нанести в тонкий-тонкий слой, прям получается молочко, идеальное для французского маникюра. Это прям молочко получается для французского маникюра. Вот 419, 418, 417. Всем рекомендую эту коллекцию. Причем все цвета у вас сразу будут идти с большим расходом. Я так думаю, что мы эту коллекцию будем поддерживать в ближайшие 2-3 года в базовом ассортименте. Это 100%, потому что мы это специально колеровали под базовый ассортимент. Это то, что постоянно потребляется мастерами и их клиентами. Так, дети. Секундочку. Дети. Тишина. Хорошо? Все. Прошу прощения. У меня дети пришли. Так. Ну, давайте французский маникюр сделаем. Потом кружево. Костя, Костя. Потом кружево, а потом как раз и, наверное, не знаю, то ли акварель можно сделать цветочную, да, такую бледненькую, свадебную. И закончит это даже элементами лепочки со стразами, да? Как вы думаете? Как вам такой вариант? Я специально сейчас беру прозрачный типс, чтобы гель-лаки, вот эти полупрозрачные, красиво передать их прозрачность, шиммер. Дети, мы разговариваем с шепотом. Так. Ну что, наверное, розовый возьму, либо персиков. Давайте розовый, да? Прям вот тоненько-тоненько. Это гренка. А куда я съела? Да. А откуда это? Это гренка моя любимая. Прям вот один слой. Смотрите, как хорошо выравнивается. Видно? И все. Вот больше не нужно. Один полупрозрачный слой. Для французского маникюра прям идеально. И теперь рисуем французский маникюр. Для французского маникюра предлагаю альпийский снег, конечно же. Альпийский снег продается поштучно, продается также в наборе 10 цветов. Вот альпийский снег. Это идеальная краска для французского маникюра. Все равно лучше, чем краски гелевые. Для французского маникюра нет. Кто бы что ни говорил. Понятно, что это классическая система краски. Это не гель-лак. Ну, если присутствует хорошая диспрессионная пленка, вот света, и финиш вы наносите запечатыванием торцов, то краска будет хорошо носиться. Так, сейчас я влажные салфетки забыла. Так, влажные салфетки. Так, влажные салфетки. Альпийский пиццей скучал. Скучал, зай, но не сегодня, зайдешь. Да мы можем заказать. Костя, я сейчас работаю, пожалуйста. Так. Еще раз. Кстати, большая просьба. Если кому не сложно, напишите тему свадебный маникюр. Хотя тренд на французский маникюр в рамках и в контексте свадебного дизайна сейчас не так популярен. Больше там, возможно, однотонное покрытие. Но вот если брать с точки зрения видеосъемок и фото, все равно красивее, чем французский маникюр, на фото ничего не смотрится. Все остальное вот, ну, не то. Суши. Сейчас мы сделаем гипюрчик. Сейчас я вам покажу, какие варианты. Так, кто напишет тему? Напишите тему свадебный маникюр или свадебный дизайн. Итак, фон для росписи можно будет сделать либо вот такой вариант гипюра, вот такой вариант. Смотрите, вот раз, два, три. И есть еще вот такое вот кружево. Смотрите, вот кружево, вот такой вариант кружева. Вот просто даже сетка. Это все подойдет как фон для цветочного варианта дизайна. О, благодарю. Прикрепите комментарии. Да, свадебный маникюр. Перед тем, как делать стемпинг, я пройдусь сейчас теклосом. Это топ без липкости. Так, где наш топик без липкости? Теклос. Все заканчивается. У меня, видите, последние дни остались. У меня начало все заканчивается. У меня топ-слайдер закончился, теклос закончился. Так, сушу. Кстати, для французского маникюра красиво еще перекрывать сверху повторно молочком. Даже пусть оно с шиммером. И тогда французский маникюр, кончик, становится не такой прям ярко выраженный. Он читается все хорошо, но за счет молочка получается как в дымке. Такой эффект дымчатый. Но так как мы сейчас будем дизайн делать, поэтому мы с вами предлагаю вот этот вот вариант взять. Вот этот кусочек. Белый лак берем для стемпинга. Обязательно дождитесь, я сегодня вам расскажу еще про новинки. Я тут себе небольшой списочек приготовила. Видите, уже написала. Потому что девочки сегодня утром на моем аккаунте спрашивали, чтобы я про ближайшие новинки вам рассказала. Так, надо подготовить скотч. Без скотча, ладно. Так, и... И вот так. Видите, карточка Меркурия. Ой. Сделали. И теперь сейчас мы подумаем, куда мы добавим цветы. А цветы-то туда, сюда добавлять уже некуда. Так. Костя. Так, как мы поступим? Нет, все равно же хочется добавить. Хорошо. Поехали. Так, второй слой. Нам нужно что-то такое бледненькое, но не белый цвет. Нам нужен серенький. Так как у меня серенького нет, поэтому я возьму вот так вот черненький, беленький. Так. Сейчас мы почистим сразу. Константин. Кость, пожалуйста, я же тебя попросила. Что у меня сделать? Вот что мне сделать? Ну, у меня эфир, я работаю. Ну, Кость. Думаю, что да. Все, сейчас мы теперь это все подкрасим. Чтобы подкрасить, я возьму белый гель-лак теперь, чтобы цветок был виден. Мы сейчас его беленьким гель-лаком раскрасим. Белый. Кость, пойдите погуляйте, пожалуйста. Мам, причем мы 5 часов играли. На улице? Да. Так, и смотрите, сейчас, чтобы нам теперь сетку вот эту перекрыть, чтобы она нам не мешала, можно было, в принципе, и красочку взять. Так, кто? Так. Три. 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 Я, наверное, сейчас перекрою все-таки финишем промежуточным, потому что сейчас этот рисунок, особенно от кружева, мне мешает ровно все это накладывать. И сейчас мы сделаем такую легенькую акварель. Так, смотрите, давайте пока просыхает, рассказываю про новинки. Итак, блин, я фильтр включу. Все должно быть красиво. новинки. 6 июня, это получается через неделю, где-то примерно, у нас выходит гель-лак цвета фирменного флакона. Есть девочки, мастера, которые много лет просили сделать цвет как флакон. вот 6 июня, вот 6 июня у нас выходит фирменный цвет гель-лака, который подходит под фирменный цвет нашего флакона. прям запишите себе эту дату, офигенный цвет, реально вот один в один. Прям красишь по флакону, а он точно такого же цвета. Вот. Это первая новинка, которая будет в ближайшее время. А, нет, даже раньше будет еще новинка. 1 июня будет Nail Bomb. На моем аккаунте в четверг будет эфир вести Вера Мирошниченко, кстати, по этому продукту. кто знает, кондиционер для ногтей. Это офигенная штука, делала наша лаборатория, это Вера на мечта была сделать именно вот такой продукт. Она будет показывать чуть-чуть измененную формулу. Мы вернулись к флакону стеклянному, какой у нас есть у других продуктов, потому что у нас был такой вариант с продолговатым стеклом, но нам что-то не понравилось, что он выбивается из общей линейки, поэтому мы сейчас перешли на такой флакон Nail Bomb. Плюс мы чуть-чуть модернизировали, еще формулу усовершенствовали. И 1 июня выходит новая формула Nail Bomb. В четверг будет на моем аккаунте эфир. Так, поставьте плюсики, кто рад гель-лаку, который будет фирменного цвета розового флакона. Номер, запишите, кстати, гель-лака, номер 424. Номер 424. Спрашивайте у менеджеров, смотрите в интернет-магазине именно этот номер. 424. Что еще? А, 6 июня также у нас выйдут еще летние декорации. Это 5D Nail Cruise, который с объемными элементами. Мы еще не выпускали. У нас вышли все плоскостные варианты дизайна. Объемные еще слайдеры не выходили. Так вот, объемные слайдеры для Илета выйдут у нас 6 июня. Так, давайте продолжим делать дизайн, и я дальше дорасскажу. Так, продолжаем. Как я и сказала, давайте мы сейчас перекроем текласом, чтобы сделать нормальную, красивенькую, аккуратненькую акварель, потому что мне не нравится, как по кружеву гель-лак ложится, он по-дурацки ложится, поэтому я сейчас промежуточный слой, и всегда у меня для промежуточного слота это теклас. Он без липкости, он такой слегка прорезиненный, поэтому он как промежуточный этап очень хорошо подходит, не только как финиш, но и также весь дизайн я всегда по этому топу делаю. Так, сейчас вернемся, возьму я, наверное, тоненькую писточку. сейчас тоненькую будем раскрашивать. Так, все, теперь можно раскрасывать. А, эффект выключаю, девочки. Так, как выключать эффект? Во, выключила. Вон, другое дело. можно было в принципе красочку взять, алипийский снег. Алипийским снегом все-таки легче раскрашивать, он не так течет. Сейчас понятно, почему я это делаю, да, потому что там на заднем плане сетка, она мешает. Так, я, наверное, возьму краску, краской буду рисовать, девчонки. Кость, не открывайте дверь, она скрипит очень громко. Так, я поменяла гель-лак на краску. Константин. Мы потом тень обязательно добавим. Я всегда подсушиваю чуть-чуть, чтобы было идеально. для френча я использую две кисточки. Смотрите, сама я люблю шестерку. Вот, кто-то любит четверку. Ну, сейчас я покажу разницу между четверкой, сейчас у меня грязненькая. Сейчас, секунду. Смотрите, в чем разница между размером кости. Я сейчас заберу у тебя скейтборд, во-первых, носки. Даша, но кататься в квартире не надо. Смотрите, четверка отличается шириной, понимаете? И, с одной стороны, кажется, что вот такой кисточкой страшно, что она слишком большая. На самом деле, поверхность рабочая шире и французский маникюр получаются быстрее. Вы меньше вот этих движений делаете. Это, вроде как, не такая страшная, она вроде аккуратная, маленькая, но движений вам придется сделать намного больше. Поэтому, вывод, если хотите делать быстрый маникюр, то покупайте шестерку. Если переживаете, боитесь, что вам будет неудобно, берите четверку. А вообще, возьмите две. Это самые ходовые кисти у нас, они всегда самые популярные. Французский маникюр, это то, что делается всегда и постоянно, неважно, какой тренд сегодня на рынке. У вас все равно часть клиентов, которые делают свадебный маникюр. французский маникюр. Хотя, многие мастера сейчас ленятся делать его. Хотя, вот я считаю, например, скошенной кисточкой намного быстрее рисовать, чем тоненькая. Вот если ты научился это делать, ты в сто раз быстрее... Спросите любого мастера, кто умеет скошенной кистью рисовать французский маникюр. Быстрее все равно скошенной кистью. Мы по этой технологии рисуем французский маникюр лет 20. Началось это еще с маникюра Орли. Вот кто старые мастера, кто еще учился в 2000-х годах на маникюр. Была такая фирма Орли, но она сейчас есть, она просто сейчас как-то с рынка куда-то делась. Может, даже и осталась, но не видно ее, не слышно. И вот они учили делать мастеров маникюра их лаком белым Орли как раз квадратной кисточкой. И у нас когда гелевая система, краски гелевые появились, мы все это сохранили, оставили и выпустили кисти именно не квадратные, а скошенный квадрат для французского маникюра. так, сушим. Тоненькая, 5 дробь ноль, смотрите. Это темная синтетика, она как иголка, у нее размер где-то, гуляет, размер бывает 0,8 миллиметров, бывает сантиметр. Я даже не знаю, лепку сюда стоит добавлять, может и не надо в принципе, и без лепки хорошо будет. Так, у меня здесь, смотрите, потерялся. Добавили. свадебный маникюр, он определяется какими элементами. Это белый цвет ведущий, и к нему идут оттенки молока, шампанское, шампанское, шампанское. Кость, ну ты что мою ногу-то трогаешь, у меня сразу все шевелится. Мам, теперь весь песок. Да, я была на море только что, поэтому я вся в песке. Все, видите, за счет этого мы перекрыли сейчас вот этот гипюр кружево, который был на заднем плане. Так, сушим. Теперь добавим чуть-чуть тень. Для этого можно взять любой гириллак, вот, кстати, можно из этой же коллекции взять что-нибудь бежевое, коричневое, ну, либо вообще серенькое, разбавить с прозрачным топом, любым топом прозрачным, и мы сейчас пройдем тени сделаем. сейчас я вам дальше расскажу еще какие новинки, поэтому не убегайте. так, все вот так вот разбавили, чтобы не сильно контрастно, нужно, хотя и так в принципе тоже хорошо. сейчас мы прям чуть-чуть самое главное хорошо разбавить, прям чуть-чуть нам тенечку здесь нарисовать. Сушим. Все-таки лепку добавлю, буквально на два лепесточка прям долепить для объема. лепесточка « High акцент чем вот и хорошо сушим перекрываем ну давайте глянцевым перекроем да наверное глянцевым сто процентов все им еще что-нибудь слепим стразики можно будет в конце тоже же сверху финиша поставить так ну мы возьмем с вами белый пластилинчик как раз мне тут близко стоит я как всегда беру мягенький если для вас мягким не комфортно лепить ну я всегда говорю нужно два пластилина иметь и hard hard вот так выглядит вопрос и написано видите пластилин hard тот который мягкий на нем вот такие розочки показаны все и мы сейчас чуть-чуть прям полетен где наша любимая кисточка для лепки кто не пропустил эфир с лепкой кстати здесь эфир с лепкой тоже был на моем аккаунте был эфир с лепкой обязательно найдите посмотрите сейчас для лета все зависит конечно от региона какой регион у нас конечно наявлено на йоге например невесты такое обожают делать еще если мастера найдется который есть сделать длинные ногти чтобы это прям была огонь я вот чуть-чуть сейчас возможно камера не очень передает объем да потому что все светлое все бликует видите на каждом этапе этот дизайн мог бы быть законченным правильно и когда я изначально его закрасила белым и когда сделала тени тоже можно было закончить всегда на каждом этапе любой дизайн можно усиливать и усиливать можно и остановиться я думаю что хватит больше не будем добавлять стразы стразы стразики но у меня тут не густо со стразами что есть хотела из габриэль добавить потому что в боксе габриэль очень много вот таких всевозможных украшалок и они в принципе под свадебный маникюр тоже имеют место быть поставьте плюсики у кого есть бокс габриэль кто покупал и кто успел купить отдельно эти слайдеры потому что мы эти слайдеры из бокса габриэль печатали также отдельно тоже мы лимитки выпускали печатали отдельно так ну сразу лучше конечно сажать на базу особенно база макси это идеальный клей для страз кто не знает лепку мы сейчас протрем чтобы она как раз и не блестела 3 телек она становится матовая видно она уже не блестит на становится такая полу глянцевая полу матовая и мы сейчас местами посадим стразики все невесты любят стразы сейчас мои волосы откуда-то взялись вот давайте еще сюда для композиции сушим сейчас я вам расскажу теперь финал какие еще новинки нас ждут кстати свадебный маникюр мог быть и вот таким да если например просто сделать белые ногти сделать разные варианты цветы или орнаментов с техники унел круз издалека это будут ногти белые а при близком рассмотрении будет красивый выбитый рисунок тоже кстати тема свадебного маникюра это на ил в принципе учета вот мне хочется наверно вот сюда добавить чтобы не блестел этот в центре скажите сейчас мы закончим очень захотелось мне добавить так сейчас переходим к новинкам сейчас секундочку 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 вообще вот таких цветов это же не обязательно брать трафареты да вот я сегодня использовала трафареты которые в стемпинге но вы знаете что у нас очень много трафаретов есть в слайдерах поэтому кто стемпинг не не может делать все никак не получается помните о том что у нас очень большой ассортимент трафаретов причем именно цветочных сейчас я прям даже открою каталог мне тут старенький каталожик есть здесь возможно не все актуально сейчас мы посмотрим смотрите видите у нас на илкрустов их очень много и они сейчас кстати на распродаже имейте ввиду мы из за того что пластины по выпускали мы сейчас вот это распродаем и больше выпускать уже не будем останется только в пластинах поэтому вот 47 48 49 узоры хризантемы нарциссы орнаменты кружева и грация это вот все тоже для свадьбы подойдет прям возьмите вот так сфотографируйте экран поищите на валбересе кстати на валбересе поищите вами онлайн и поспрашивайте у дистрибьюторов так но теперь точно готов дизайн все теперь я сюда точно уже не полезу больше сейчас вот обезжирим все теперь точно финиш вот а то он мне прям там раздражал в центре блестел и сейчас я вам про новинки вычитаю и так про 424 цвет все записали себе что это цвет флакона 6 июня дальше 13 июня будет очень красивая классная коллекция гель-лаков кошки магнитные у кого есть коллекция кость тихо костя константин пожалуйста я понимаю андер гипнозис помните андер гипнозис эта коллекция приходила у нас в декабре перед новым годом и здесь есть свет 397 цвет сейчас я его вот так вот покажу вот кто помнит этот свет номер 397 здесь очень классный колер весь очень красивая композиция получилась в этого цвета сейчас я его так кто помнит вот этот свет это очень красивый магнитный гель-лак не просто красиво он просто великолепный у нас его просто выпили в салоне это самый первый цвет который в этой коллекции сразу закончился его вот сейчас все докупают отдельно здесь очень красивый магнитный колер и мы на основе вот этого цвета сделали целую коллекцию смотрите сделали коллекцию летних кошек оттенки будут такие розовый филетоватый желтоватый так можно я включу маску если не без макияжа понятно 13 июня эта коллекция это выйдут яркие кошки именно основа 397 цвет просто такой удачный колер получился что я наколировала еще цветов поэтому кому он понравился этот цвет 13 июня дальше у нас выйдет скоро топ светоотражающий серебряный выйдет он во второй половине июля топ светоотражающий дальше во второй половине июля у нас выйдет очень красивая нюдовая коллекция шиммерная опять же это вот из этой серии лавленис только еще оттенки нюдовые потому что вот у нас вообще в принципе всегда было мало шиммерных цветов и вот сейчас мы эту коллекцию расширяем поэтому будет еще одна нюдовая коллекция тоже с интересными переливами и шиммерами так и еще самое главное конечно в июле выйдет бокс бокс посвящен александр маквин это будет офигенно я хочу сделать очень красивую фотосессию на себе это будет что-то такое знаете в стиле гранж такой знаете современной ведьмы потому что александр маквин у меня ассоциируется конечно с таким вот прям гранжем и я даже хочу в этот период в июле немножко ленту видоизменить и буду вести под этот бокс поэтому примерно ориентировочно в июле выходит бокс александр маквин и самая главная новинка в июле мы очень долго разрабатывали этот продукт это жидкий полигель во флаконах это будет новая абсолютно линейка в классической системе то что вот в классике у нас есть гели классические да потом есть акригели и сейчас у нас выйдет новая линейка это будет жидкий полигель во флаконе кто рад жидкому полигелю ставьте плюсики потому что у них будет очень высокая прочность при меньшей толщине чем обычно требуют классические гели вот это примерный такой список новинок как и обещала я вам сейчас их озвучила кто пропустил мы сейчас выложим эфир обязательно пересмотрите еще раз когда появятся новые твине блин забыла за твине смотри спросить ну они точно как колер уже все утверждены потому что я даже в марте когда уезжала я колеры сама уже утверждала колеры коллекция она готова есть там может быть блестки ждут может быть блестки еще не пришли для нее не знаю почему не девочки может забыли потому что я им последний момент сказала говорю дайте мне список новинок я думаю что может быть конец тогда лето потому что видите нельзя одновременно много новинок выпускать вот еще у нас выйдет четыре новых неоновых гель-лака вот но я не стала сейчас про них говорить там сейчас непонятно когда их лучше ставьте что и так очень много новинок сейчас для начала лета вот всем большое спасибо за внимание эфир сейчас выложу пересмотрите всем пока пока не могу показать кошки девочки потому что у меня здесь ничего нет но я уверена что мне девочки от снимут все и я может быть начале июня сделаю демонстрацию экрана и покажу выкраску кошек как они наносятся как магнитится все будет просто имейте ввиду что это все скоро будет всех люблю всем пока пока